Ну чё, братва, всем огромный приветик, с вами как обычно я, Зоин, и сегодня у нас новый крутой видосик на GTA 5 RP. Сегодня в ролике мы с вами будем играть по очень хорошей тактике, которая будет вам приносить реально хорошую прибыль. Также перед началом видоса не забывайте ставить ваши лайкосы, писать комментарии, ну а также не забывайте участвовать в розыгрыше на эксклюзивную машину с контейнера. Совсем недавно я запустил этот розыгрыш, автомобиль будет эксклюзивный с контейнера и будет стоить от 1 миллиона плюс. Для участия в этом розыгрыше вам нужно поставить лайк под видео, написать комментарий, подписаться на канал, ну и вступить в мой телеграм-канальчик, там вы найдёте более подробные условия в данном розыгрыше. Также, братва, если вы напишите в комментариях вашу тактику, я возьму её в следующий ролик, проверю и она нам принесёт победу, то в таком случае вы получите 200 тысяч на GTA 5 RP. Вам нужно всего лишь написать вашу тактику и всё. Также, братва, не забывайте вводить мой промокодик ZOIN, нажимаете F10 шестерёночка промокод, вводите туда промокодик и получаете VIP аккаунт на 10 дней, а также получите денег в подарок. Но я не буду вас задерживать, братва, полетели смотреть новый крутой видосик на GTA 5 RP. Ну и, братва, получается, уже залетаем в казино и давайте, думаю, возьмём для этой тактики 1003 фишек, думаю, этого будет достаточно. В случае чего, то мы сможем спокойно подойти и снять ещё там, допустим, 2, 3 или 5 тысяч. Теперь, в чём заключается тактика и в чём заключается наша задача? Сейчас мы должны 10 ходов просто скипнуть. Мы будем смотреть, дропнутся ли нули или же нет. Если же нули за эти 10 ходов не падают, то мы берём, делаем ставочку, ну, допустим, минимальную 20-ку и загружаем на 0, double 0 и на 36. То есть, наша задача сегодня в данной тактике это просто ловить нули. И чтобы это было более безопасно, мы как раз-таки будем ждать 10 прокрутов. Далее, потом будем просто постоянно ставить на нули, когда уже ставка, если она залетит, уже не окупится, то мы будем увеличивать ставку x2. Допустим, в 40 фишек. Как вообще понять, окупится ставка или нет? 20 фишек это нашу ставку мы умножаем на 36. И это получается будет 720 фишек в случае победы. Если вы хотите залутать плюсик себе немного больше, ставьте ставочку побольше. В целом, с нулями это будет беспроигрышная тактика, так как нули всегда рано или поздно падают. И как по мне, это будет более безопасно, ведь если мы ставим, допустим, на цифры, пусть это будет 1, 4, 7. Вот мы на них ставим уже там раз 20, они не падают. То есть, на следующем прокруте шанс на эти цифры процентов уже 80. Но после того, как дропнутся нули, то этот шанс на эти цифры полностью сбросится. Это лично мое мнение, лично мои наблюдения, поэтому желательно будем ставить на нолики. Вот сейчас нули уже упали, это, конечно, для нас не круто, для тактики было бы, конечно, очень хорошо. Значит, после нулей нам нужно еще раз 10 прокрутов подождать, и после 10 прокрутов только мы начинаем снова ставить. Думаю, тактику вам объяснил, все понятно, и сейчас, когда мы 10 ходов прокрутим, я к вам вернусь. В общем, решил я ставить немного пораньше, так как, во-первых, тут нету людей, и иногда приходится просто ожидание ставок, Да и тем более, уже я чувствую то, что, возможно, нолики дропнутся совсем скоро. Так как сейчас проходят такие странные прокруты, и или же 36 упадет, ну или же наши нули. Поэтому начнем ставить немного пораньше, вы же лучше ждите 10 раз, это будет более безопаснее. И если же у вас нету бюджета, то лучше вам не советую играть по этой тактике. Так как бывают моменты, то что нули дропаются не очень часто, А бывают наоборот такие моменты, то что нули там каждые 10 прокрутов, а иногда и даже раньше. И также бывают моменты, то что вот вы поставили на нули на 36, выиграли, и все, вы начинаете ждать снова 10 прокрутов, И в этот же момент дропаются дабл нули. Поэтому после победы еще раза 3 желательно поставить, так как есть шанс выпадения все-таки нулей. Сейчас почти дропнулось 36, к сожалению, не упало, но ничего страшного. Уже как раз таки 10 прокрутов прошло, поэтому уже можно сказать официально мы начали ставить. Посмотрим, что с этого получится, в случае чего бежим, снимаем еще дополнительные фишки, и снова будем ставить. Просто сидите с калькулятором, считаете, сколько вы выиграете с вашей ставкой, если выходите в минус, увеличиваете. Думаю, в целом ничего трудного тут нету, все очень легко и понятно. Тактика тоже считается, ну можно сказать, одной из безопасных. Как я уже говорил ранее, то что шанс не будет сбрасываться, как с цифрами 1, 4 и 7, или же с любыми другими цифрами. Когда-то по этой тактике я играл, и когда-то у нас даже ролики выходили, и мне, кстати, неплохо так везло. Но, как я думаю, вы понимаете, то что некоторым людям везет, некоторым нет. Допустим, я в этом ролике выигрываю, и в комментариях люди тоже пишут то, что тактика хорошая, они выиграли. Пусть там 20, 30, 50 человек напишут. Ну вот придете в казино вы, 51 человек, попробуете поиграть, и у вас абсолютно ничего не получится. Такое тоже может быть, ведь казино абсолютно всем не может давать, ведь тогда бы потерялся весь смысл казика. Поэтому будьте готовы к тому, что вы придете и сможете проиграть все свои деньги. Если вы к такому не готовы, то я вам не советую тогда вообще играть в казино. Да и в целом в казино не нужно играть, ведь это очень азартная и опасная штука, с которой люди проигрывают свои все деньги. Даже люди, у которых там очень их много, и они могут ставить хоть 5 миллионов, хоть упереться в лимит, даже они могут все абсолютно проиграть. Ведь казино злая штука, которая непредсказуема. И даже самые крутые тактики, которые там продаются где-то за реальные деньги, даже такое есть, они тоже не работают абсолютно всегда. Все зависит, можно сказать, от рандома, от вашего везения, когда вы придете в казино. Вы можете прийти, когда нули реально дропаются по рандому очень часто, и вам можно сказать повезет, а можете прийти, когда они вообще абсолютно падать не будут. К сожалению, вы никак не узнаете, когда именно нужно приходить, поэтому все, это ваше везение повезет, значит вы играете. Не повезет, к сожалению, проиграете. Но пока мы ждем, вы можете в комментариях написать ваши тактики, по которым вы играете, по которым вы выигрывали. И если же именно вашу тактику я возьму в следующий ролик, проверю, и она нам принесет победу, то есть тактика окажется хорошей, то лично от меня вы получите 200 тысяч. Поэтому ваша задача просто в комментариях написать вашу тактику и ждать. Если ваша тактика попадает ко мне в ролик, то считайте, вы выиграли 200 тысяч на GTA 5 RP. Думаю, неплохие такие деньги просто за то, что вы напишете вашу тактику. Ну а также, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на эксклюзивную машину с контейнера. Думаю, каждый обрадуется, если же выиграет. Смотрю, пока у нас дропается и красная, и черная, конечно, черного больше. Ну, казино в целом обычное, стандартное. Надеюсь, то, что и нули тоже будут неплохо так дропаться. За следующую ставочку мы уже делаем 40 фишек, и теперь уже начинаем ставить по 40. Так как, видите, уже наш баланс в случае победы по 20 фишек не окупился. По 40 уже это будет 1440, и профитик будет уже куда поприятнее. Я смотрю, пока десяточка, кстати, очень часто падает. Вот раз, два, три, и по-моему, еще до этого она дропалась. Жаль, конечно, что мы сейчас не по обычным цифрам играем. Вдруг бы сегодня тактика была с десяточкой. Но сегодня мы играем по нулям, и надеюсь, нули нам тоже принесут неплохую такую победу. Да, и это получаются нули. Вот и первый выигрыш. Получается, залутали денег в неплохом таком плюсике, учитывая, по каким ставкам мы играем. После победы мы сбрасываем ставочку до 20 фишек. И снова ставим на нули, как я вам и говорил, несколько еще раз. Так как после нулей еще могут снова дропнуться нули или 36. Два-три раза ставим, и ждем потом 7-8 прокрутов. После этого потом снова начинаем ставить на нули. Дропнулось 27, конечно, близко к нулям, но не нули. Ну, кстати, есть такое ощущение, что нули сейчас еще раз дропнутся. Я еще два раза поставлю, и все. Вы же делаете желательно все по тактике. Десять раз подождали, начали ставить на нули. Нули дропнулись, еще раз три раза поставили, снова ждете 7 прокрутов уже. И все вот так вот по цепочке. Просто запомните и делайте реально все по тактике, и придерживайтесь. Так у вас будет больше шансов проиграть меньше. Так у вас будет больше шансов выиграть. И тем более это будет более безопасно, если же у вас маленький бюджет. Все, я снова решил поставить немного пораньше. Ну, просто вот я как-то чувствую, поэтому я делаю так. Возможно, когда-то это чувство, наоборот, сыграет со мной злую шутку. Возможно, когда-то и наоборот повезет. В целом уже, считайте, 10 прокрутов есть. Поэтому можем уже спокойно играть и ждать нашу победу. Опять десяточка дропнулась. Вот реально сегодня десятка дропается частенько. Также еще с какие цифры двадцаточка дропалась. И в целом вроде все. Такие вот основные цифры 10 и 20 сегодня падали. Прикольно было бы поиграть 30, 20, 10. Может быть, залетела бы эта тактика, не знаю. Я думаю то, что через 3-4 прокрута дропнутся снова нули. Вот я чувствую это так. Ну, а как будет на самом деле, посмотрим. Вот получается, первый сейчас будет прокрут. Ну, могла дропнуться 36, конечно, если бы она немножечко там задержалась. Но нет. Ставим еще раз. Это второй прокрут. И на третий, четвертый, я думаю, то, что упадут нули. Также нужно будет, ну, не совсем скоро, но скоро увеличить ставочку до 40. Обязательно за этим следите. Ведь от этого зависит ваша победа и сколько денег вы выиграете. Дропнулась 32. Кстати, циферка из моей тактики. Так, снова ставим. И вот сейчас мы ждем победу или же в следующем прокруте. Ну, не знаю. Возможно, на следующий дропнется. На этот, мне кажется, вряд ли после 32 нули. Это прям будет странно. Но если упадет, я буду только рад. Но думаю, шансов мало. Но нет, это не нули. Это у нас четверочка. Понятно. Все, получается. Давай, сейчас должны дропнуться нолики. Сейчас, конечно, не прокрут нулей. То есть, если бы был прокрут, то нули бы дропались. То есть, помню, как в каком-то из моих роликов там реально очень часто, что ты их тут прям замечаешь раз нули. Тут где-то еще нули. Потом через три прокрутки еще нули. В общем, было бы прикольно. Ну, сейчас просто обычная прокрута нулей. Как они и должны падать. Ну, в целом, очень редко. Но падать. Все-таки не дропнулось, как я сказал, как и почувствовал. После 20 можно, конечно, ждать дабл нулей. Но мне кажется, то что нет. Все-таки я не угадал. Ну, ничего страшного. Бюджет у нас есть. Ставим дальше. Скоро уже будем увеличивать до 40. Ну, блин, нолик бы мог упасть. Нолик бы мог упасть. Давайте еще раз ставим по 20. И следующую ставим по 40. 35 упало. Ну, все, давай. Нолики вы должны упасть. Я вас очень жду. Это 18. Ну, возможно, кстати, 36 еще сейчас упадет. Знаете, вместо нулей 36. Как бы не зря мы на нее ставим. А то мы могли бы просто онли нули ставить. Ну, и, кстати, вы можете, допустим, вместо 36 выбирать любую другую цифру. Например, или же посмотрев другие ролики мои. И выбрать из них какую-то хорошую цифру. Или просто сами подумайте, например, на что вы хотели бы ставить. И, допустим, можете просто юзать что-то вместо 36. Допустим, сейчас она редко падает. А, допустим, десяточка дропается часто. Вот, допустим, можете вместо нее ставить на десятку. Таким методом у вас будет больше шансов выигрывать не только с нулей, но и с любой другой цифры, на которую вы поставите. И будете в ней уверены. Да. Дропнулись нули. Отлично. Вот, кстати, после обычного одинарного нолика давайте не будем увеличивать ставку, а поставим еще раз. Так как после обычного нуля немного почаще дропаются дабл нули и 36, поэтому еще две ставочки, вот эту и еще одну, мы все-таки поставим по 40 фишек. Так как победа будет уже побольше. Ну и опять же таки, это происходит не всегда, а иногда. Вот сейчас, допустим, мне повезло. Давайте еще раз поставим. И думаю, если не упадет, то уже перестаем ставить. И думаю, будем уже уходить. Так как два раза цифры упали. В целом, думаю, вы понимаете и тактику, и думаю, вы понимаете то, что реально можно выигрывать при помощи этой тактики. Да, дропнулись нули. Как я и говорил, то, что не забывайте ставить несколько раз после нулей. Ну и вот сейчас дропнулся еще раз обычный ноль, и мы должны снова поставить на нули и на 36. Опять не выпало. И ставим еще раз, как я и говорил. Нет, ничего нам не упало, но тогда уходим из казика, и получается все. Мы выиграли, мы сделали неплохой такой плюс. Думаю, тактику вам объяснил понятно, все думаю вам ясно. И теперь вы можете тоже спокойно приходить и играть в казино по этой тактике. В комментариях также потом можете написать вашу тактику, и также еще можете написать, получилось ли у вас выиграть по моей тактике или же нет. Не забывайте про розыгрыш на 200 тысяч, если же вы напишите вашу тактику, а также не забывайте участвовать в розыгрыше на эксклюзивную машину с контейнера. Ну а вам, ребяточки, всем огромное спасибо за просмотр, всем до встречи и всем пока-пока, братва.